Ну, тут говорят, что Юля любит техно, а вот любит ли техно Аня? Всем привет! Все, все! О, привет! Как же я счастлива ворваться в ваше пространство! Аня Добрыйднева! На Кабирайдов! Ну, Дарам, уже привет! Привет! Рада, очень рада! Массовочка наша как всегда аплодирует. Да, 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 прикрутить бугород. А массовочку можно погромче, да. Массовочку можно? Это наши студенты, мы им по 20 гривен платим. Они у вас такие, о-о-о-о-о! Это мне сейчас уши чуть не сдавил. Ты заметишь, что сегодня все выспались, сегодня такая чувствительность у всех очень хорошая. Мы уже давно выспались, мы каждый день высыпаемся. Чувствительность чего именно? Каких частей? Каких частей тела? Ну, самых чувствительных частей тела. А ну-ка расскажи, скажи в эфире слово какое-нибудь. Соски? Соски. Соски. Ну, у кого? Вот у вас чувствительность? Давайте стопорнемся на этом слое. Да-да, в общем, тубикантинюн, как говорится, поговорим об этом обязательно. Творчество, музыка. Боже, Аня такая молодец, она всегда экспериментирует, она никогда не стоит на месте. Даже если уже у Кише пошел пенсионный возраст, то Ане и не пахнет, понимаете, или пенсией. Я могу сказать вообще... Вообще, это светет и пахнет, цветет и пахнет. Не-не-не-не. Что-то интересно. Аня просто вспомнил, как мы когда-то бухали 15 лет назад. Было вот. Рассказывай, как твои делишки? Да потрясающе просто. Удивительно. Мне нравится. Мне нравится то, что на карантине было чем заняться. Чем? Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Да, в общем, кто не видел, если вдруг кто-то не видел... Позорище. Позорище. Обязательно идите срочно на мой YouTube-канал, смотрите клип, который называется «Не жаль». Наслаждайтесь пейзажами Калифорнии, солнышком Лос-Анджелеса. И просто... И мной тоже. Я там как бы тоже хороша бегаю. Кстати, фотки там очень красивые. Вот я прям видела там и на сайте, и само видео вообще. Прямо такое все яркое и яркое. Так вот, ребятки, знаете, что самое интересное? Что мне удалось все это снять с крутой командой и вернуться буквально за несколько дней до закрытия неба. То есть успела. Да, причем, ну, нас же не предупреждали, ребята, вам нужно срочно возвращаться. То есть мы вот реально успели все. За последние секунды, за последние минутки я впрыгнула чуть ли не в последний самолет и вот вернулась в Украину. Стоячие места в самолете. Практически. А мне, кстати, хорошо слышно, потому что я какое-то эхо слышу. Да, вы мне в уши наваливаете. А, ты вообще нас слышишь нормально? Я вообще вас очень даже сильно слышу, да? Потому что мы тебя хорошо слышим. Да, о, ну все, ребят, хорошо. И, короче, и уже... Поговорили. 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 Я просто очень негацентричная, привыкла, что мне всегда громко. В общем, и тут уже в Украине, в условиях карантина, в условиях самоизоляции, без возможности взаимодействовать с командой, с саунд-продакшеном, ну и, соответственно, видеопродакшен, который занимался в Америке, мы все это сделали. Мы все это слепили, и у нас были и видеоконференции, в общем, как угодно. Мы находили любые форматы для того, чтобы именно в карантин выпустить клип и песню. И успели. Да, мы успели, да. Да, конечно, потому что на карантине есть время сделать клип, как его вылизать, скажем так. Да, да, да. Да, так получилось. Лизнуть. Да. Что, кстати, вот реально затратно получилось? Или, в принципе, все очень компактно, я не знаю. У тебя там дружбаны есть какие-то? Цифры называть не буду, но, конечно, это все затратно. Ну да, затратно. Я привык, я просто по-другому не умею. Я делаю материал тот, который мне нравится. Я знаю, что картинка должна быть именно такая, что саунд-продакшен должен быть именно вот такой. Ну то есть я... То есть ты там всем руководишь больше, чем кто-либо, да? Дело не в этом. Тут мы сейчас про затратности говорим, ну да. Энергозатратность тоже с моей стороны, конечно. Ты сказал про картинку, меня понесло на картинку, понимаешь? Нет, энергозатратность с моей стороны тоже, конечно, колоссальная, потому что я именно такая девочка, которая ноченьками не сплю до выхода. Ну очень. Слипа, да, правда, правда. Я очень сильно переживаю, дрожу над каждой нотой, над каждым кадром. Могу в три часа ночи кому-то позвонить и сказать, Добрыднева, пожалуйста, ложись спать, все нормально, все под контролем. А я говорю, нет. Ну, в общем, все получилось. Контролер, понятно. Контролер. Ну, правильно, если сам не проконтролируешь, то, как всегда, все пойдет по... Ну, короче. Ну, как-то оно пойдет, конечно, но, может быть, не всегда так, как мы хотим, поэтому все-таки, да, лучше контролировать конечно суперпрофессионалами, которые позволяют реализоваться всем идеям, именно вот на сто процентов. Слушай, а вот реально на сегодняшний день сколько у тебя по материалам клипов в количестве? У меня, сейчас скажу, получится 13, наверное, но это именно сольных моих. Сольных, сольных, да. Плюс еще группа паранормальных там тоже постаралась, там где-то тоже около 20, да. То есть, ого! Ох, прикинь, какая ты! Молодец! Очень молодец, да, 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 мелькаю на экранах. Хорошо, мелькаете. Класс. Очень хорошо. Так, хорошо. Да. Что, 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 что? Я люблю, это, игрушечки. А, хочешь поиграть? А что ты хочешь поиграть? Хочу поиграть. А что ты хочешь поиграть? Ну, то, что тогда играли. Что в то же тогда играли? Ну, открой, пожалуйста. Что тебе открыть? Ну, вот открыл тебе и что тебе? Нет, я хочу, чтобы поиграли продлить фразу. А, продлить фразу нестандартненько, да? Всякие там, типа, не выловивший рыбку и всякое такое. Не, не, подожди, ну не палец. Не, не, ну я не палю, я просто ей… О, так креатив надо включать. Где-то он потерялся на второй неделе карантина, не знаю. Я думала, он у тебя просто живет. Ты просто живет. Не выключается. Хорошо. Значит, тогда… Ну, что ты еще? Ну, давайте сменим немножко музыкальный фончик. А ты будешь продлевать фразы. Угу. Продлевать будете? Будем фразы. Продлевать будем? Да. Будем. Да. А, вот тексты ты хочешь. Ну, хорошо. Нежные тексты. Давай. Начинай, Эрик. И рыбку съесть, и… И в Лондон съездить. Очень. Нормально? Я еду жить в Лондон. Пойдет, пойдет очень даже, по-моему. Ну, давай тексты. Да. Мой любимый этот. Упала с самого свала, тормозила… Каблуком. 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 Да, отлично. Кому-то в нос. Да. Очень-очень даже. Так, хорошо. Это не про тебя сразу. Это страшно, ну. В жирном теле жирный… Сом. Сом. Ну, девочка скушала сом, а он был жирный. Ну, нормальненько. Очень-очень. Очень даже оригинальненько. Даже массовочка поаплодировать решила за сомика. Так, хорошо. Вот. Одна голова хорошо, а вторая… А вторая спит. Ну… Тоже, тоже хорошо. Но не факт, что спит, может уже проснулась. Может. Доброе утро, да? Я ж не знаю. Да, хорошо. И днем, и ночью… И днем, и ночью. И утром, и вечером. Тоже? Прекрасно. На этом и закончим. В общем, на этом и закончим. Вот, друзья, знаете, как говорится, оригинальное творчество – это наше все. Мы, как всегда, видите, наши шутки, они превосходят просто. Привалокли за ушами наши шутки, друзья. Вообще. Давайте уже по-честному говорить, да. Скажи, что за свитер такой гигарный? А ну… Нет, нет. А ты думал, я прям такая… На все руки мастер. Вокруг коты и я со спицами, да, свитер везу в тебе. Сорок седьмой день дома, находясь, например, да? Сорок восьмой год жизни, да. Конечно. Сорок восьмой год жизни. Хорошо выглядишь, скажи. Слушай, кстати, ну ты ж там бельишком, по-моему, занимаешься, да? Да, занимаюсь. Да. А ну-ка, расскажи, а то это мои коллеги… Я тут фоточки просматриваюсь, твои фотосессии и бельишки там. Спасибо. Потому что ты красненькое любишь, да? Да. Красненькое, черненькое, телесное. Да, у меня есть бренд… Я скоро к тебе заеду. Заезжай. Так реально, давай, рекламируй. Просто заезжай. Бренд нижнего белья в коллаборации с Rain Rouge. Бренд называется E-Fight, собственно. Так. Реклама не проплачь. Я шучу, я шучу. Сегодня бесплатный, сегодня бесплатный. Да, сегодня бесплатный. Спасибо, класс, хорошо. Ну вот, белье нижнее, это очень круто. Это тема, которая преследует мне всю жизнь. И мне кажется, что я считала мысли и идеи всех красивых девочек. Потому что, ну, мы создаем реально что-то очень красивое. Я вот сейчас их просматриваю и считала все мои мысли, да? Я потом еще, конечно, кое-что добавила. Но я думаю, есть и такие модели. Есть разные, да. Так что, вот, заходите, смотрите. Мы в прошлом году были партнерами Мисс Украина, потом в журнале Playboy, фотосессии. В общем, у нас много всего. Мы реально покорили сердца красоток и модные глянды. То есть ты рисуешь, да, какие-то вот эти вот эскизы. Мы вместе, мы вместе с партнером это все делаем. Блин, очень красиво. Я прям вот смотрю, не могу отрываться. Слушай, зачем тебе трусы, если так сложилось, что все время без трусов. Да, там не только трусы, Ярик. А, ну... Слушай, а... А, это та самая Адриана, которая без трусов. Да, вот она, наконец-то же ее узнали. Ну, блин, ну как же ее не узнать? Это самая звезда. Звезда ТикТака! Круто! Круто! Это я, да. Ну, слушай, кстати, практикуешь безбельничное прохождение по улице или в общем летом? Подожди, подожди. Да, практикую сейчас прям, да. Так надо еще вот так вниз посмотреть. Можно. Не, ну, правильно. Я думаю, что это будет уже... В сети неудобно. Бывает иногда, бывает. Да. То есть комфортнее. Ну, кстати, нудистские пляжи тоже мне нравятся. Ну... Кстати. Да, кстати. Кстати, ни разу не была. Ой, это такая, кстати, тема очень интересная. Я даже знаю, кто мне всегда поведет за... Трам-пам-пам! Трам-пам-пам! Сразу, ну, в салон, там, белишко выбрать. Так зачем белишко? А зачем, если нудистский пляж? Я так разволновался, Ярослав. Покрасивание. Вообще. Надо все время говорить слово, нудист, нудист, нудист. Нет, 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 у него есть другое любимое слово. Метеоризм. Сережа, он его все... Ах, так это тот самый Ярослав Метеоризм. Я вспомнила точно. Звезда ТикТока. Вы не шутите, потому что я сейчас как взорву эту вечеринку, то, знаете, мало может... Кстати, он даже на 1 апреля нашел радиостанцию, как ты назвал? А что это я назвал? Не только я, а Метеоризм ФМ. Мы это все придумали. Ладно, понятно. Понятно. Ну, кстати, я правда, что девочки не пукают? Или все-таки пукают? Правда. Конечно, пукают. Ты не пукаешь? Я... Иногда. После чего? После фруктов или после сладенького? После солененького? Просто интересно. Прости, чтобы я знала. После джакузи, Ярик. Ой, вот это интересный поворот. После джакузи. Хорошо, что меня не спрашивают. Потому что я все равно не отвечу, правда. Ха-ха-ха-ха. Ну, в общем... Так знаем все про тебя. Да, да. Песня. Вот это прекрасная песня. Я предлагаю, в принципе, ее... Ой, наконец-то уже, да. После такой темы... А то у нас... Мы тут уже на все тему поговорили. И про нудизм, и про метеоризм. Давайте уже послушаем музычку, да? Ну да. Мы, конечно, не заканчиваем. Аня Добрыднева. Не жаль. Мне жаль. Прямо сейчас. Никого. Вообще никого не жалеет. Поэтому... Допускает крутые песни. Вот. Если, кстати, есть вопросы, можете их задавать. Нам не стесняйтесь. Пишите. Не жаль. Чувства не превратились в пожары. Мое небо разбивает на хрусталь. Может, хватит любить на словах. Любить на словах. Двое утро. Ты меня не узнаешь. Я другая. И уже не для тебя. Прочитаешь, расскажешь Все смешаю Но закончились слова Так раскована и небезопасна Обворована, сердце не согласна Арестована, но уже на воле Снова поменялись роли Мне просто не жаль Чувства не превратились в пожар Мое небо разбивает на хрусталь Может, хватит ленды на словах Мне просто не жаль Чувства не превратились в пожар Мое небо разбивает на хрусталь Может, хватит любить на словах Можно любить Можно любить Можно любить Можно любить на словах Просто модно любить Модно любить Модно любить на словах Мне просто не жаль Чувства не превратились в пожар Мое небо разбивает, как хрусталь Может, хватит ленды на словах Ну, может, хватит уже любить на словах, а? Ну, хватит уже, действительно Ну, сколько можно уже Добрый днева, добрый днева, Аня с этой прекрасной песней Только что в эфире, вы слышите ее уже, кстати, не в первой неделе Кстати, а кто написал треканчик, кто приложил свою руку к созданию? Короче, рассказываю Это удивительная история, потому что я все свои песни пишу сама А тут так вышло, что мою песню, мою песню написали другие люди Это как такое вообще? А я говорю, что такое, ребят, как мысли? Что произошло? Они говорят, Аня, тут случайно к нам залетела твоя песня Ну, может, как-то разберешься с ней? Я говорю, ребята, давайте И, в общем, Егор Головин и Оля Светличная Прекрасные люди И мы, в общем, крутили-крутили так, чтобы она все-таки хорошо села на мои плечи И я прочувствовала эту историю Это, ну, реально совпало с моей жизненной историей И поняла, что нужно попробовать так сделать То есть, когда подогнали под тебя Подогнали под меня, прям вообще отлично А как так сложилось, что клипесы снимали в Америте? Ну, вот так Есть, красиво А вы тогда специально поехали, или ты типа пошупиться? Нет, у меня там было много разных интересных задач Я и выступала там, и в Лос-Анджелесе выступала И в Портленде тоже выступала Ну, походу, было много разных Да, выступалось, было много разных съемок Смотри, гастролю, Аршанин Ну, правильно, правильно Так, а что? Правильно? А что? А шо? А шо нет? Ну, красиво там, очень, хорошо Да Мы видели, кстати, на видео, что там реально очень красиво Да У меня 10-летняя виза, так я за сколько, знаешь, лет еще ни разу не слетал Ну, то ничего страшного, бывает, знаешь, людей Ну, сделай там Психию Наконец-то Надо это сделать Ты, кстати, планируешь еще как-то? Да, планирую Ты хочешь, чтобы я тебя в багажник вешал? Ну, в багажное отделение, да, я могу Он много не весит, поверь Давай, давай Метеоризм меня спасает просто, поэтому как бы Шутник, вот так Слушай, ты же занимаешься спортом Ну, да, стараюсь, конечно А что ты делала на карантине? Ну, нигде же нельзя, не пойти никуда там Дома Дома? Кого лупила? Ты же боксом занимаешься? Да, 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 боксом занимаюсь В общем, ну, всегда, если поискать, всегда есть кого лупить, правильно? Ну, да Надеюсь, не кота? Нет, у меня нету кота, у меня вообще нету домашних животных Вот Всех по Беллу Могу тебе Ярика отдать? Я вначале выбегала к ботаническому самому В саду бегала возле него Ловила там монетов? Да, 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 да Мне нужно было, на самом деле, куда-то, куда-то вот этот поток энергии, которая привыкла Сверхэнергии, которую я привыкла все время расходовать в сутки Надо было куда-то ее сливать Я не понимала, что мне делать У меня, я просто не могла Я человек, который не может тут сидеть на месте Ну, в смысле, в карантин сидеть дома Ну, это просто нереально Вот И, ну, занималась дома, конечно Я купила себе А готовила что, чтобы не поправиться? Ну, нунчаки я себе купила, кстати, ребят Я вот еще вот эти все штуки Умеешь? Да, но я сейчас уже научилась Надо было с собой взять Насмотрелась, куча разных видосик О, кстати, лучше слышно у меня стало Что произошло? Приветики! Вот Та-та-та-ра-та-та Вот Ротатира-ротати Чего-то, конечно, научилась Чему-то А готовить не научилась Но я и не пыталась А что ты делала на карантине, чтобы не поправиться? Потому что сейчас все, вот реально Я куда-нибудь, ну, там Где-то там выйду, там все выходят Такие, значит, щекастики, хомячочки появились-то Да нормально, это все, слушай Откроется спортзал Это все за неделю уйдет Все хорошо То есть, как никто не ходил и не будет ходить Так что, знаешь Просто все Изменят свой немножко вид визуально Ну, а что, тоже надо меняться? Ну, мы одежду купят побольше Ну, я стараюсь питаться, конечно, нормальной пищей Стараюсь сбалансировать это все со спортом Но я себя абсолютно не сдерживаю Как бы хочется кусок мяса сгрызть, пожалуйста Хочется какой-то тортик, нормально все Ну, нормально Вот реально, очень правильно Я так же делаю Ты прости, пожалуйста, что мы сладенького тебе не нашли Тут конфеты поставили Такие, знаешь, с сюрпризиком Реклама барбаристки Пиалочка такая красивая, стекляненькая Слушай, а вот проект Битва, в котором ты участвовала Вот, кстати, соизволили они, чтобы мы были их импортерами Но в следующий раз, в этот раз не сложилось Расскажи, насколько реально, в принципе, эта битва проходила Кто не в курсе Это проект, где? Да, мы просто видели, как ты дралась На ринге херачатся звезды со звездами, скажем так С Мариной Скрипник, да, ты? А это кто, я бы читаю за нас? Это советник замминистра инфраструктуры Украины Ой, извините Кто кого Ничья Не, ну, мы-то видели, но надо же было У нас ничья, да, вот Ну, вообще, конечно, очень, на самом деле, интересно Это такой вызов себе И посмотреть, на что, например, я способна Я понимала, что если я сейчас не соглашусь Не сделаю этого, не выйду в ринг Не попробую свои силы То у меня возможно... Это первый раз ты так вот прям на людей? Да, то у меня даже в жизни больше, наверное, не будет такого шанса И как тебе? Ну, прикольно Азарт невероятный Да, там смотрят, да, ты понимаешь, куча людей Да, во-первых, я каждый день занималась Я прям до сумасшествия доводила свой организм, свою психику Вот эта сила воли какая-то невероятная И выхожу, все же по-настоящему Все поддерживают, все кричат Там люди пришли с прокатами Я видела, как ты и в торец сразу уехала Так, знаешь Ну, в общем, это интересно Это надо про себя знать Ну, это крутой психолог Когда можно реально узнать о своих инстинктах Объяснить самосохранение О том вообще, как я реагирую на ситуацию, на опасность И это крутой опыт Все, теперь я про себя все знаю Может, подходите, идите сюда Применяла, кстати, где-то свои навыки Да, вот эти боевые Нет, не проявляла Ну, когда-то, может быть, раньше в школе Я в школе дралась, например Ну, вот в реально? На выпускном экзамене я подралась с мальчиком, которого все боялись Не знаю, там как-то там самозащита, знаешь Где-то там идешь в парке, бегаешь такая Вот, вот, вот Ну, вообще, есть кому защищать всегда Ну, а на самом деле есть какое-то внутреннее ощущение Что, то есть, я ничего не боюсь, бесстрашие какое-то Неуязвимость, уверенность в себе Уверенность, да, вот и все Мне кажется, она так и работает на энергетическом уровне Отталкивает потенциальных каких-то моральных уродов Все, Аня, я тебя приглашаю официально, чтобы все слышали на свой спортивный диванчик О, класс, хорошо, с удовольствием Отвертеться не получится Боксерские перчатки Хорошо, вы покажете Что там девочки Подвесим Ярика, как груши Вы будете меня кушать? Я буду с сочной грушей Нет, ты будешь тот, который вбить надо, знаешь Вот так, как всегда Как всегда Отбитый Ну, лучше бы с чексом занялись Ну, ладно, как говорится Как ты сказал? С чексом? С чексом, да Ну, просто сепеляли В другой жизни чуть-чуть Ну, что сепеляли и коктавли Так, чтобы вы тут не болтали мне Сейчас ты ответишь нам на все наши вопросы Серьезно? А если не ответишь, гореть всем в аду Любимейшая моя игра «Узнать» за 60 секунд Узнать за 60 секунд Допивалась ли ты до вертолетиков? Да, конечно Ой, молодец Признавайся, нюхала подмышки перед выходом на сцену? Свои? Лечи Да Я, знаете, ставлю всю свою команду и обнюхиваю подмышки То есть, про них ухала всех Так, потом пятерочка, нормально Слушай, вот это кайфуешь За мной не облизывай там Тут уже другая история, да Выступала ли ты за еду? Нет, конечно В смысле? Ну, вообще Праз не бывает в жизни Хорошо Употребляла запрещенные препараты? Нет, вы что? Какие? Если их запретили, как их можно достать? Запрещенка Так, употребляла ли ты... Ой, не так Второй раз попробуем, да? Типа, может, второй раз нас колется Занималась ли ты сексом по телефону? И не только по телефону Ну, типа, все варианты, которые могут быть, да Там, во всех... Да, да, да Признавайте, отправляла какому-то фанату или фанатке свою интимную фотку? Нет, конечно Но зато мне регулярно отправляют Отправляйте мне, пожалуйста Шлите, шлите побольше Делала ли ты интимную стрижку? Либо всегда под нулевой Под ноль Под ноль Вообще Признавайся, кто бесит из коллег по сцене? Никто не бесит Всех люблю Все ангелочки, котики, хорошая боя Когда-нибудь комплексовала из-за своей внешности? Да Да, очень Любимейший вопрос Писала в умывальник? Это вопрос к мальчикам? Ну, не к девочкам же точно Ну, ребята, как можно? Это реально То есть даже если я бы захотела это сделать Это очень сложно Я тебе покажу Это очень сложно, ребят Так Воровала ли ты чью-то идею? Нет Какая? Это прям добрая Хорошо, признавайся Портила воздух на людях? Нет Ну, жизнь людям портила Воздух нет Накручивала ли ты лайки в инстаграме? Нет, конечно Вы что, боже упаси Никто этого не делал Никто этого никогда не делал Ну и еще один вопросик Пользовалась ли игрушками из секс-шопа? Нет Дат Дат Нет и дат Нет Ну, что я могу сказать? Узнали Много интересного Возбужденные студенты аплодируют Просто уже готовы бежать за Недобрыдневой по Киеву Ловить ее Она отобьется, друзья Ловите меня Ловите меня Она отобьется И хотят подарить себе игрушку из секс-шопа Кстати, ну, наверное, не свою Надо будет заняться этим вопросом Если ты, знаешь, мама в гости приедет Это свечка Нунчаки Нунчаки, да То есть Как она Связываешь их И все Она не достала конфетку, так, знаешь А потом что-то думала, передумала Да Она не отравлена Она заряжена на... На позитив На позитив Да Хорошо, песня не жаль Клип есть Да Что дальше? Карантин скоро заканчивается Ты в свитерочке пришла В красивом таком шляпочке Кепочке Я хочу следить за мыслью Дальше что? Нет, я тоже Или просто вопрос Что дальше? Сумочка Если вопрос, что дальше То вопрос Ответ Я планирую, конечно же Кучу концертов Потому что, во-первых Многие слетели за время карантина И, во-вторых Я это дико люблю Это моя любимая работа Я без нее жить не могу просто Я схожу без этого с ума С катушек слетаю Не могу Мне очень хочется на сцену выйти И еще я очень тактильный человек Я бы вот всех еще поднимала Трогать? При этом Трогать, да Мы сейчас с тобой поднимаемся Я тебе покажу Как писать на полу Я маньячка Хочу трогать людей Слушай, ну а что? Мне похоже желание, по-моему, потрогать людей Да А, кстати-то Как-то личная жизнь Анечка, расскажите нам, пожалуйста Вот вообще ни слова не скажу Тебе А дряни скажу тебе нет Нет, ребят, ты правда не скажу Как вы дряни, мои любимые Не скажу Я вас навижу и люблю А мы тебя ненавидим Я очень-очень откровенно, щедро делюсь своими чувствами, эмоциями В каждом слове, в каждой рифмочке и ноточке и все такое То есть меня можно легко считать по той музыке, которую я выдаю Потому что это реально все через меня Это моя автобиография кругом Но вскрывать карты, показывать, что там Вася, Петя Не-не-не, я такое не люблю Нет, это вообще не про меня И не надо, у нас люди не любят счастливых Они ничего у нас люди не любят, понимаете ли Ну что, Анечка, мы готовы тебя Выгнать уже отсюда, да? Нет, мы готовы перейти к другому, к съемкам для взрослых Да У вас еще какой-то конкурс или что? Да, или что? Рассказать стишок голой на столе Вот, ну это совсем, конечно, интимно, вы этого не увидите Боже, что с тобой? Весна Все потеряно уже Такое слово секс Ну ладно, поаплодируем, Анечке Добрыниевой Мы ждем от тебя еще треков Этот мы будем мощно крутить Класс, спасибо огромное, ребята Очень важна поддержка Еще еще Только уже, давай, сама ты еще 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 И вообще, я обращаюсь ко всем, кто нас видит, слышит Как-то воспринимает все наши флюиды и наши слова Я лично от тебя хочу сказать Ребят, заходите, смотрите клип, оставляйте комментарии Оставляйте реакцию, потому что, поверьте, она важна И вот поверьте мне, каждый артист от этого все равно получает определенную долю энергии И это важно Я, например, читаю каждый комментарий Честно признаюсь Сейчас, особенно времени много, я это делаю Отвечаешь всем? Отвечаю Отвечаю? Отвечаю, я отвечаю Отвечаю, зуб даешь? Да То есть, например, там в директ кто-то пишет Люди, многие думают, что это остается без внимания Поверьте мне На какой-то конструктив всегда находятся важные слова И я лично пишу, потому что для меня это очень важно И поверьте, даже ваш какой-то трэш-негатив, который вы любите написать Ах ты, там, понимаешь, говно какое-то Тоже, поверьте, все читаем Поверьте, все читается, потом банится, конечно Да И горится в аду А так вообще просто, ну, представьте себе, какая огромная команда над этим работала И как все старались, и как все старались это сделать срок Поэтому, естественно, результат, он, ну, должен быть фидбэк И это важно, когда вы выделяете этому свое время И пишете что-то Поверьте, ребят, это просто колоссально круто Так что делайте Не стесняемся Поделите минуточку времени своего на карантине пока еще, да Мы знаем, что вы скромняшки Вы всегда слушаете, смотрите в тихую А написать, чтобы заставить вас Ну вы ж, когда айфон разыгрываешь Ну, конечно же, мы миллион сообщений пришлем Ну, ладно, это в другой истории Анечка, спасибо еще раз Мы давай еще раз поставим песню Кто пропустил вдруг случайно Полностью так нашему срету подрезал Я ему сначала До встречи С чмоки С чмоки, чмоки А мы прощаемся, да? Все, мы уже, мы уже, да? А не, мы не прощаемся, мы просто говорим До свидания Ребята, спасибо!